Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алексей Душка, я журналист. Сегодня у меня в гостях Владислав Селезнев, военный журналист, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Владислав, здравствуйте! Здравствуйте, слава Украине! Героям слава, Владислав! Сегодня будем говорить с вами на такие темы. Массовый удар дронов по Москве. ПВО России есть на самом деле или его нет? И вообще, кого он там защищает? Это ПВО. И морские дроны показывают эффективность. Об этом во всем мы поговорим сразу после того, как ответим на вопросы от наших зрителей. Напоминаю, что таблицам три короткие вопросы и короткие ответы. Три вопроса от украинцев, три от россиян. И начинаем с россиян по традиции. Первый вопрос такой. Собираюсь в Крым на бархатный сезон ехать? Лучше туда или в Сочи? Из хороших новостей в Крым теперь уже открыто две полосы движения, но на двух еще происходит ремонт. Из плохих то, что по Крымскому мосту может буквально прилететь этой ночью, и те самые две функционирующие полосы превратятся в прах. Поэтому лучше в Сочи. Почему Украина уперлась и не хочет мира с Россией, интересуется зритель из России? О каком мире идет речь? О том, который предлагает Путин, с учетом уступок украинской стороной 20% территорий, с учетом разваленных до основания Изюма, Волновакии и Мариуполя, с учетом серьезно поврежденных десятков, десятков, десятков тысяч, наверное, населенных пунктов. Ваши СМИ пишут, то есть украинские, что нацисты есть в нашей армии, то есть в российской, чуть не сказал нацистской. Это же вранье! Конечно, а своим глазам вы не верите, ибо фотографии в сети интернет, связанных с действиями и группировки Русичи, Вельчаков и Компани, которые утыканы буквально свастиками и формулировками 1488, значит, люди понимают, о чем речь, и прочим символами нацистской Германии. Конечно, все это в фотошоп. Очевидно, что нацистские движения, движения правого оттолка, цветут буйным цветом на территории Российской Федерации. Но также удобно закрывать глаза и говорить, боже мой, вокруг меня таких соседей нет. Значит, во всей Российской Федерации такого нет. Три вопроса от украинцев. Чистки в армии россиян закончились или еще нет? Нет. Дело в том, что кейс мятежа Пригожина поднял очень серьезную проблематику. Те проблемы, которые годами, десятилетиями не разрешаются в российском военном обществе. И ту войну, которую в настоящее время реализовывает Российская Федерация под маркерами борьбы с нацистами или коллективными НАТО, но где на территории Украины они нашли НАТО, непонятно. Поэтому, безусловно, конфликт интересов есть. Эффективно ли работает российская репрессионная машина? Думаю, да. Кто в России еще верит, что их армия вторая в мире? В определенной степени вот этому тезису подыгрывает и международная организация, в том числе Институт изучения военной проблематики Сирии, который основывается на статистических данных, например, по количеству бронетехники на складах в Российской армии, до сих пор считает Российскую армию второй по мощи в мире. Но также очевидно, что бумажная армия никоим образом не может быть трансформирована в реальную вторую по силе армии в мире на поле боя. И событие на фронте в течение этих 17 месяцев тому является ярким подтверждением. Россия получит снаряды от Северной Кореи. Буквально сегодня появилась информация, что после визита Сергея Кружгетовича Шойгу в Северную Корею прилетал очередной военный борт с какими-то чиновниками ниже уровня для организации определенных переговорных процессов. Во что это будет трансформировано? С учетом того, что Ким Чен Ын очень аккуратно относится к своему оборонному потенциалу. Ну, если будет такого рода обмен, то исключительно на продукты питания. И цены, я думаю, заломят очень серьезно. И опять же, с учетом логистики, это порядка 10 тысяч километров. Вряд ли снаряды и орудия, которые будут поставляться из Северной Кореи, смогут оказать серьезное воздействие на ситуацию на поле боя. Ну, буквально один пример. Украинские силы обороны недавно использовали ракеты РССЗО типа БМ-21 Град с северокорейского производства. Они нам достались от партнеров. Была перехвачена партия оружия в эвакуатории Персидского залива. Вот мы их используем. Количество отказов. Поразительная неточность этих ракет говорит о том, что часто северокорейский производитель делает свое вооружение, боеприпас к этому вооружению из северно отцепить. Это были вопросы от наших зрителей. Теперь давайте перейдем к темам, которые я озвучивал в начале нашего интервью. Вот первая тема. Мы обязательно поговорим о морских дронах, но оставим это на чуть-чуть. А сейчас давайте об ударных дронах по Москве. На День независимости кто-то обещает, что будет удар массовый по России и по Москве в том числе. Если это так, то какие могут быть цели? Видимо, сам Кремль не очень интересует тех людей, которые это обещают. Пока непонятно, кто обещает. Почему Москва? Потому что Москва – это центр принятия решений. Это командные пункты. Это пункты управления и связи. И, безусловно, на территории Москвы-Подмосковья находится огромное количество военных объектов, вместо расположения которых, я думаю, наши разведки прекрасно знают. Безусловно, наши дроны точно не летят в жилые дома, потому что нам они совершенно не интересны. Ресурсы наши недостаточно велики для того, чтобы мы использовали эти саморакеты, чтобы просто разрушать многоэтажки в Москве. Нет. Важно уничтожить компоненты военного управления российско-оккупационарных. Владислав, я прошу прощения. Компоненты военного управления для нас, цивильных людей, объясните, что это значит? Давайте так. Министерство обороны Российской Федерации, ситуационный центр, генеральный штаб, центр кибербезопасности, военная академия, здание главного управления, бывшее главного разведывающего управления, одно из ведущих управлений в составе генерального штаба. Иные объекты, на территории которых происходит планирование, организация и частично обеспечение. То есть, самая специальная военная операция, в которой в настоящее время реализуется путинская армия на территории Украины. То есть, там, где находятся конечные мини-офицеры этой войны и те, кто непосредственно организовывает управление боевыми действиями. 24-25 февраля прошлого года вряд ли кто-то из нас думал, да и россияне, наверное, не думали, когда они начинали войну, что кто-то будет отправлять дроны по Москве. Безусловно. Но россияне, наши визави, забыли совершенно очевидную истину. Тот, кто посеет ветер, тот пожнет бурю. Не мы начали эту войну. Но уж коль россияне в абсолютном своем большинстве поддерживают российскую агрессию, то пусть не удивляются тому, что война уже приходит в их города, на их улицы, приходят непосредственно в их жилые дома, квартиры. Не только в виде похоронок, но и в том числе в виде прилетов дронов-камиканцев, которых российские ПВОшники пытаются уничтожать с помощью глушилок рыбовских или же с помощью системы противовозвращенной обороны. Война пришла в каждую российскую семью. Давайте поговорим о ПВО. Есть у России ПВО или его нет? Потому что недавние удары по Москве показали, что ПВО не справляется. Или задачи у этого ПВО совсем какие-то другие защищать не людей, а вот только конкретных людей, которые говорят, что государство это я, например. Есть ли ПВО или у него реально другая задача? У россиян ПВО есть. Она много уровня, достаточно совершенная. И она в состоянии выполнения очень серьезной боевой задачи. Но проблема Москвы и иных населенных пунктов, которые находятся достаточно далеко от линии боевых столкновений, то они по площади настолько велики, что невозможно выставить такое огромное количество систем противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы обеспечить стопроцентное закрытие всей территории Российской Федерации. Ведь что происходит? Москва велика. Если же ставить систему противовоздушной обороны по ее периметру, то, соответственно, расстояние между пусковыми установками и радарами достаточно велико, чтобы в это расстояние имел возможность проникнуть в какой-нибудь добрый дрон Камикадзе. Чем ближе к центру, чем ближе к центру принятия решений команды пунктов управления и связи, тем, соответственно, плотность ПВО возрастает. И тех самых, скажем так, просветов в системе ПВО остается не так много. Давайте поговорим о морских дронах, которые показывают эффективность. Украинские морские беспилотники Magura V5 впервые показали западным журналистам не так давно. И вот на тебе! После того, как их показали западным журналистам, они хорошо себя показали, я имею в виду дроны. И вот недавно подбив еще один или два, пока непонятно до конца, военных судна Российской Федерации. Поражение получил точно корабль Оленигорский Горняк, или как-то он так называется. Эти дроны эффективны или пока изучается эффективность? Ну, с учетом того, что поврежден один из больших десантных кораблей Черноморского флота Российской Федерации. Хотя, в принципе, он номинально относится к Северному флоту и был перемещен в акватории Черного моря еще в январе или, может быть, в начале февраля 1922 года. Зачем? Россияне тогда готовили масштабную высадку десанта на побережье Одессы, Одесской области. Поэтому натянули все свои корыта со всех флотов и Балтийского, и Северного, и Тихоокеанского, таким образом пытаясь создать достаточно серьезное техническое превосходство. Такие планы у россиян были. Но эти планы давно превратились в пепел. Ну, а в настоящее время тот самый большой десантный корабль выполнял миссию по перемещению грузов военного назначения на территории временно оккупированного Крыма. Как видим, миссия на многие месяцы вперед завершена после встречи им с дроном Камикадзе, и совершенно очевидно, что ремонтно-восстановительные работы были за российским бюджетом в круглую копеечку и займут очень много времени. Причем совершенно очевидно, что это не последняя атака. Ну, по крайней мере, прелеты, вернее, приходы или приплывы дронов Камикадзе в акватории, в том числе Новороссийска. Если мы с вами посмотрим на карту акватории Черного моря, дроны, прежде чем прибыть к Новороссийску, преодолевают маршрут или путь длиной до тысячи километров. То есть вы только представьте себе, какие технические возможности раскрываются в настоящее время силами украинского военно-промышленного комплекса. И очевидно, что активное использование Украины тех самых дронов Камикадзе, морского базирования, о котором говорил министр цифровой трансформации Федоров, открывает удивительные возможности для украинских военно-морских сил и иных сил обороны. А ведь что происходит? Украина делает заявление о том, что закрывает для судоходства северо-восточную часть Черного моря, Керченский пролив, и она реально демонстрирует весь высочайший уровень безопасности для гражданских судов, совершенно очевидно. Если акватория закрыта, гражданским судам нечего делать. А во что это может трансформироваться? Крупнейший торговый порт Российской Федерации, в акватории Черного моря, фактически перестает действовать. И тому есть объективные причины. Ведь никто не может себя чувствовать в безопасности. И не мы начали эту торговую блокаду. Ведь Российская Федерация, силами Черноморского флота Российской Федерации, начала морскую торговую блокаду Украины еще в феврале 1922 года. Поэтому еще раз я повторюсь, в эту игру можно играть вдвоем. Но все чаще россияне делают просто порожные заявления, достаточно громкие, аламельские заявления, которые не трансформируются в реальные действия. А украинская сторона делает заявления и трансформирует их в реальные действия, которые создают немало проблем. Давайте конкретно по пунктам. 320 килограмм взрывчатки. Это много? Для чего это хватит? Потому что я, например, мало когда взрывал российские корабли, хотя бы с удовольствием на это посмотрел. Но вот 320 килограмм. Что можно с этой взрывчаткой сделать? Это серьезная масса взрывчатого вещества. Опять же, смотря какой тип взрывчатки используется, есть более мощная по своим разрушающим возможностям взрывчатка. Плюс, опять же, является ли цифра 320 килограмм корректной? Ведь все эти дни мы слышим заявление от представителей службы безопасности Украины, чтобы морские дроны, которые наносили поражение российским кораблям, будь то военным или тому самому танкеру, внесли на своем борту взрывчатку на уровне 450 килограмм. А это уже, я вам хочу сказать, намного серьезнее в части разрушающего воздействия. Ну, к примеру, «Штормшедо», те самые ракеты, которые мы все чаще используем по вражеским военным объектам, они имеют боевую часть 450 килограмм. Примерно столько же несет та самая ракета моркового базирования «Калибр». Это уже российские разработки, и мы знаем, насколько серьезные разрушения они создают в результате боевого применения. Поэтому масса взрывчатого вещества весьма-весьма серьезна, и если приложить эту массу в нужном месте к нужному моменту времени, то, безусловно, это приведет к разрушающим последствиям. Мы все видели крен в 30 градусов на, по сути, огромном корыте, которым себя представляет большой десантный корабль 775-го калибра. 30 градусов, что это значит? Простите, Владислав, буду уточнять. 30 градусов. Ну, пожалуйста, 90 градусов, 45 градусов, а это 30 градусов. То есть крен на левый борт означает на то, что серьезные повреждения, забортная вода попала в корпус корабля, и, соответственно, он дал крен через разрушение и внутренних перегородок, и критические разрешения корпуса. То есть впереди оленигорского горняка ждет долгая процедура восстановления. Будут ли его восстанавливать? Вопрос весьма-весьма дискуссионный, потому как, в принципе, он изначально внешне выглядит не очень. Рыжие пятна ржавчины, это точно не про красоту. Но то, что он в свое время выполнял достаточно эффективные задачи по перемещению груза военной назначения, это да. Теперь минус одна боевая единица, и это хорошие новости. 800 километров дальность. Это достаточно для чего? Это достаточно для того, чтобы тихой августовской ночью выйти из акватории города Одессы, отправившись в достаточно долгое путешествие вокруг Крымского полуострова. И целью финальной точки этого путешествия может быть либо же опора Керченского моста, либо же военные корабли, которые прячутся в Семерской бухте в районе Новороссийска, либо же нефтетерминал. Тот самый ключевой объект, который россияне используют для трафика своей нефти, акватории Черного моря. Зарабатывает себе деньги на войну. Поэтому расстояние 800 километров весьма-весьма впечатляющее. Но опять же, буквально в эти дни появилась информация, что некоторые модели дронов морского базирования способно преодолевать расстояние и до 1000 километров. Совершенно очевидно, что если идти по более пологой дуге, есть возможность избежать встречи с морскими кораблями-охотниками из российской авиации, которая, очевидно, сейчас весьма-весьма внимательно и, скажем так, нервно следит за поверхностью Черного моря, опасаясь новых атак. Ну а что касаемо, в принципе, возможностей 800 методов, ну, к примеру, поражение двух российских кораблей, один из них средний разведанный корабль, который езжался ближе к турецким берегам на юге Черного моря, тот, который якобы удачно отбил атаку трех морских дронов «Камикадзе», а потом мы слышали в радиоперехватах, что необходимо было эвакуации 5,03 и 1,02 российских военных моряков. Очевидно, что покойных бухт, гаваней, мест в Апатуре Черного моря для российских кораблей становится все меньше и меньше. Ну да, учитывая, что на самом деле сколько километров? 350-400, наверное, от Одессы до Турции, да, по морю? Да, приблизительно так. От Севастополя до точки нахождения российских военных кораблей по прямой было 320 километров. Но понятно, что они находились, эти корабли, не строго на юг, а, скажем так, в юго-западной части Черного моря находились. Опять же, с какой целью вылавливали корабли, которые двигались в направлении украинских портов? Как видим, в эту игру можно играть вдвоем. 80 километров в час – это много или мало? Можно его отслеживать, можно ли его засечь, можно ли его расстрелять из пулемета? Не знаю, как бороться с дроном, который плывет, идет со скоростью 80 километров в час. Безусловно, если мы говорим про перемещение транспорта по суше, 80 километров – вполне такие осязаемые цифры. Все мы ездим за рулем автомобилей на скоротях много выше. Ну, с учетом того, что речь идет про трафик между населенными пунктами, а не в середине населенных пунктов. Там действуют соответствующие ограничения. А вот что касаемо в акватории Черного моря, то это весьма-весьма впечатляющие скорости. И на такой скорости переходить, или с помощью стрелкового оружия уничтожить такого типа дрон, крайне-крайне сложно. В принципе, еще в 2014 году специалисты по антитеррору мне рассказывали истории, что автомобиль, который движется по трассе с скоростью 80 километров в поле, фактически недосягаемая цель для снайпера. А тут представьте себе условия, когда дрон идет по волнам на соответствующей скорости. Для операторов боевых или пусковых установок российских военных кораблей это архи-сложная задача. Именно поэтому, когда россияне расскажут о том, что они успешно отражают атаки морских дронов, но потом оказывается, что на борту оказываются трупы российских военных моряков, это, собственно говоря, результат такой коммуникации и взаимодействия. Сложно будет россиянам. А при условии, если дроновые атаки будут массированы при помощи тактики так называемых дроновых или атак роем дронов, я думаю, что россиян ожидают очень сложные времена. Какое количество дронов должно быть, чтобы уничтожить Черноморский флот Российской Федерации? Я думаю, что речь будет идти на первом этапе как минимум про сотни. Совершенно очевидно, что дроны нужно строить. Но с учетом того, что дроны демонстрируются потрясающие показатели, я думаю, что они найдут все применения на мировых рынках вооружения. Соответственно, те компании, предприятия, организации, которые в настоящее время занимаются моделированием, производством этих дронов, в свое время снимут еще определенные слежки, зарабатывая немалые барыши на производстве и, соответственно, продаже такого типа вооружения. Но на первом этапе, я думаю, что речь может идти о сотнях, возможно, может быть даже о тысячах дронов, потому как относительно недорогие в изготовлении дронов Камикадзе способны создать теоретические проблемы для российского Черноморского флота. Кстати, об этом говорит генерал Гаврилов, заместитель министра обороны Украины. Я думаю, что этот чиновник совершенно четко понимает, о чем он говорит и имеет соответствующую информацию по этому поводу. Слушайте, а вот чисто по-человечески, российские офицеры морские, которые вот Россия, Слава, Держава, все такое, военно-морской флот Российской Федерации, Крым-наш, выходят на могучих кораблях в море, а тут какой-то дрон, ну, лодка, по сути, правда? Лодка с моторчиком, со взрывчаткой. Бам! Один корабль, одно судно, второе пошло на дно. У них там депрессия не начинается? Так сложилось, что мои контакты с севастопольскими партизанами в последнее время стали много реже. Я не могу сейчас следить в режиме реального времени настроение в армейской среде, в самом Севастополе. Еще недавно они свято верили в военный гений Владимира Путина, и, мол, он сможет кардинально изменить ситуацию на поле боя. Но такие мысли у них были где-то к концу мая месяца. С тех пор произошло немало дивных событий, в том числе связанных с колоссальными потерями в российской армии и с теми участившимися атаками, причем результативными, очень болезненными для российского контингента в Крыму. Поэтому, думаю, в настоящее время настроения у них поухудшились. И тут начинают работать всякого рода коррупционные схемы. А не отправятся ли нам для дальнейшего прохождения службы на Тихоокеанский флот, а еще лучше куда-нибудь загранную командировку, даже в Сирийскую Арабскую Республику, потому что там шансов уцелеть намного больше, либо же как-то через госпиталь уволиться под состояние здоровья, так чтобы не вернули потом в рамках частичной мобилизации. То есть настроение весьма и весьма серьезно трансформируется, и тому есть вполне очевидные причины. Потери на фронте невозможно скрыть. Десятки скорых, которые с мигалками относятся по Севастополю, забирая с Бельбека раненых, которых привез очередной санитарный борт. Ну, Севастополь, с одной стороны, город не маленький, но с другой стороны, все, кто в теме, они понимают, о чем речь и что есть тому причины. То есть на Тихоокеанском флоте как-то потише и поспокойнее? Вы знаете, все очень относительно. Давайте вспомним историю 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. А, да, которые сюда плавили. Из Владивостока, да? Да, они из Дальнего Востока, их отправили под Углидар, а давайте морские пехотинцы, а возьмите на сколько город Углидар. Они пошли на сколько, получили людей. Причем получили настолько, что россиянам пришлось в спешном порядке формировать новые зондеркоманды и отправлять на пополнение боевых порядков той самой серьезно прореденной 155-й бригады морской пехоты. Снова сунули, снова получили. И уже начали снимать моряков с кораблей Тихоокеанского флота, назначать их на должности в составе бригады морской пехоты. Вчерашний, условно говоря, моторист старшина второй статьи становился пулеметчиком, его отправляли туда же, в направление Углидар. Там же он и оставался. А ему на замену готовили уже новую партию. Добрые люди говорят, что порядка пяти ротаций такого уровня были проведены именно с личностью 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Результат какой? Углидар до сих пор под контролем украинских сил обороны. А в последнее время добрые люди говорят, что там как-то очень поплохело в плане возможности у российской оккупационной армии. Они начинают ближе сжаться в сторону уже волновательных. Потому что уже украинские силы обороны диктуют условия и порядок поведения на украинской земле в районе Углидара. Давайте про Крым. В ИСУ утюжат Крым. С моря, по воздуху, в разные там... В Казачьей бухте оккупировано Крым, взорвался склад боеприпасов, оккупантов. Там, говорят, были какие-то очень важные боеприпасы. Какой из шести за последние... Вот только хотел спросить, сколько еще было интересных новостей, про которые мы не очень знаем? Ну, начнем с цифр. На территории Крыма независимые журналисты и исследователи нашли 232 военных объекта. Хотя в кулуарах говорят, что таких военных объектов российской оккупационной армии в Крыму и Севастополе может быть до полутысячи. Некоторые из них уже отметились на карте прилетов. Очевидно, что как минимум два из них – это логистические центры, там, где россияне сформировали достаточно большие запасы. Ракетки, реактивные системы заповедования типа «Градка», артельских снарядов, в основном 152-го калибра. Там же находилась автомобильная техника, с помощью которой перемещались эти самые снаряды и ракеты со складов в направлении боевых позиций российских артельистов. Как минимум два из них превратились в пепел. На территории Старокрымского полигона детонация продолжалась более двух суток. И разнесло там в пух и прах все и вся. На территории населенного пункта Октябрьский, там рядом с ним заброшенная авиационная база, там тоже был такого рода хаб, тоже достаточно долго гремело. И в принципе, россиянам становится достаточно тесно. Тесно и не очень удобно. Ведь мост в районе Чунгара, железнодорожный мост, поврежден, там идут ремонтные работы, но повреждения достаточно серьезные, поэтому восстановление будет идти достаточно долго. То есть боеприпасы, хранящиеся на территории Крыма, нужно ввозить автомобильным транспортом, грузовиками. А грузовики, как мы видим по сводкам украинского генерального штаба ежесуточно, как-то очень часто горят. И тенденция эти постоянно возрастает. Полтора десятка, два десятка, три десятка уничтоженных вражеских автомобилей, это, собственно говоря, результат того, что украинские разведчики и украинские операторы дронов, камикадзе внимательно следят за перемещением всей вражеской техники. Ну и, безусловно, горят не только швыржевские грузовики, но и горит содержимое тех самых кузовов, которые они перевозят к управе, это боеприпасы. Поэтому очевидно, что тревожность у военнослужащих российской армии, которая диссоцируется в Крыму, возрастает. Я так думаю, что дальше поводов для тревог у них будет больше. Был, кстати, перехват о том, что у россиян на юге не хватает еды, что командование дает приоритет доставки боеприпасам и совсем забыл просто о продуктах. Алексей, почему вас это удивляет? Дело в том, что когда в российской армии думали об обычном солдате, они всегда определяют солдата как функцию. Причем неважно, солдат либо же это офицер. Это не человек, это функция. Ему главная задача, которая нарезается, необходимо погибнуть во славу Путина. Или, может быть, Российской Федерации. А будет ли он сыт, обут, одет, обеспечен, экипирован, это уже дело даже не второразрядное. Во второй десятке целей и задач, которые определяет местный военный начальник. Поэтому то, что не хватает российским солдатам каких-то элементов обеспечения, для меня это не новость. А давайте вспомним российских солдат, которые побирались по подворьям Киева, Киевской области, и разыскивая хоть что-либо съестное. Ну, тогда, понятна, логика была. Их отправляли, мол, Киев за три дня, зачем вам лишние продукты только тянуть? Там вас накормят, встретятся слева, соли. Встретили так, что до сих пор и каят. Хорошо. Возможен ли голод? Или все-таки исправят россияне ситуацию? Нет, я думаю, что до таких критических показателей и позиций дела не дойдет. Но то, что российским военачальникам абсолютно плевать на подчиненный личный состав. И есть определенная даже бравада. Славин тот российский генерал, который понес наибольшие потери, но при этом достиг хоть каких-либо успехов. Я думаю, что в этой парадигме они живут и действуют. Хорошо. Это были вопросы, которые мы сегодня хотели обговорить. Теперь давайте перейдем ко второму блицу. Напоминаю, тут нужно продолжить фразу от зрителей. Первая фраза такая. Российская армия уйдет из Украины сама, если... Если она понесет настолько критические потери, когда, собственно говоря, ехать из Украины будет не на чем. Поэтому она уйдет над нами. Ну, или у кого сохранятся те самые конечные, соответственно. Петербург и Москва станут отдельными государствами, если... Если... То Украина получит весь необходимый комплект сил и средств для того, чтобы не только зачистить всю территорию Украины от путинской армии, но и уничтожить весь военный потенциал и привести его в такое состояние, что Российская Федерация не сможет никому угрожать более в этом мире. Я думаю, что история трансформации и фрагментации Российской Федерации по образцу событий, образца 17-го года минувшего столетия, я думаю, это перспектива нынешнего Российской Федерации. Путина такие арестуют и доставят в суд живым, если... Если он не повторит судьбу Муаммара Каддафи, и такие предпосылки есть. Россия не поймут, что Путин предатель. Когда? Когда будет проведен условный 20-й съезд партии. Ведь через это Советский Союз в свое время проходил. Все жители страны Советов свято верили в исключительный гений Иосифа Сталина. И очень сильно удивлялись, когда им открыли глаза на те реальные события, которые происходили в самом Советском Союзе в период царствования Иосифа Сталина. Думаю, что этот самый процесс будет происходить и в самой Российской Федерации, и для меня совершенно очевидно. То без деноцификации путинского режима, путинской России, мира и покоя, и к тому государству, или тем государством, которые возникнут на осколках Российской Федерации, мира и покоя не знают. У россиян будет чувство вины за развязание этой войны, если? Если закончится русская водка. Ведь, как по мне, совершенно очевидно, что глубинный народ умеет заливать свою печаль, тревогу и неудобные вопросы. То есть самое, а кого это? Владислав, большое вам спасибо за сегодняшнее интервью. Очень интересная информация о подронах. Хорошего вам дня и ждем победы Украины. И слава Украине. Героям слава, Владислав. Так, спасибо. Продолжение следует...